Интересно птичек слышно. Да, здрасьте зрители. Всю зиму хотела выбраться в лес. Зима закончилась, а снег еще нет. Хотела Татьяну тут выгулять, но что-то совсем забыла. Если кто вас заждет приехать, пока еще снег, то я вас выгуляю здесь, если вы хотите по лесу погулять. По этой дороге пойдешь, не совсем прямо, но чисто по дороге, можно попасть на железнодорожный вокзал. Все, Иннеска. Дед, вас слышно? Вот интересно, это человеческих рук дело? Елочки-сосинки, точнее, поломанные. Только что пролетела ворона, каркающая. Я, наверное, не словлю. Дорожка-то такая петляющая. Выгнула меня машина с дороги, которая местами скользкая вообще-то, раскатана этими самыми машинами. Куда только эти машины не суются. Здесь оказалась тропинка. Вообще давно не ходила, не знаю, была туда тропинка. Или кто проехал, или она тупиковая. Но сейчас, думаю, пройдусь. Не успела тут сейчас какое-то животное видать. Снег с елки, с сосны, точнее, скидывала. Да, кстати, Углич город поросят. Вот подтверждение. Но выкинуть-то в помойку или с собой взять и в помойку выкинуть, не судьба же, да? Конечно, лучше засрать этот самый лес. И вот тут я тогда снимала, не могла понять, что это. Видимо, кто-то решил, что в лесу самое дело выкидывать какую-то, что это, куртка, не куртка. Не пойми, что. А потом эти люди будут делать акции, вычистим лес. И как вычистят, так и насрут тут же. Вообще, сюда можно пройти от механки, с этой сборовой улицы, но и от солнечного непосредственно. От солнечного вообще асфальтовая дорожка. Думаю, летом может на вельке там пробовать прокатиться чутка. Интересно, вот это вот спилили осознанно, чтобы здесь бросить? Или чтобы костер зажечь? Для чего вообще? Это я по тропинке пришла. Сейчас вон там посмотрю, может куда выйти можно. Тут лыжня и вон там лыжня. Я отсюда пришла, видимо туда надо возвращаться. Потому что тут что-то тупик. не по лыжня же идти. Но по-моему я по этой лыжне с маман каталась. И возможно, если прямо попадешь, то на ту дорогу, из которой я изначально шла, попадешь. Там, скорее всего, этот самый вокзал ЖД. Вы слышите собак? Кстати, в последнем видео я там прибавила микрофон, нашла вдруг внезапно, где есть можно сделать, высокий, совсем громкий. И у меня записался шум от соседки, которая до трех ночи слушает Эрик. Она по ходу дела делает ремонт. Потом попробую что-нибудь записать еще. Уже с микрофоном нормально сделано. Потому что там оказывается два варианта микрофона. Микрофон записи и микрофон просто. Внезапно так. Вот это дерево коровы. Ну похоже же. Один рог, а другой обломан. И по ходу дела я перепутала та самая тропинка, по которой мы с маман ездили на лыжах. Потому что как раз была такая маленькая лощинка беленькая. Это вот та фигня, откуда я пришла изначально, свернув не туда. А та дорожка, наверное, была та, которая типа асфальтовая дорожка. Хотя я топографический кретинист и давно в лесу не была. Может я вообще путаю. И та вон та штука, которую я хотела заснять. Заснять фоткой и заодно засняла на видео. Сейчас засниму фоткой. Вот снова я тут. Вообще я и забыла, как это круто гулять по лесу. Вот там Авелуш спрашивала, как это одному гулять. Вот Авелуш. Гуляй один по лесу, круто. Можно с фотиком, можно без. Фотик брать не собиралась, но попросили их пофоткать. Поэтому взяла заодно вот пишу что-то тут. Красотень. Жалко лыж больше нет и кататься не с кем. Прям снежный дракон. Не мог пройти мимо, можно так сказать. Ну похоже уже на дракона, да? Такого свернутого китайского дракона. Вот откуда я пришел. А лыжня теперь параллельно и подальше. А раньше по этой тропинке на лыжах с мамой ездили и вообще на лыжах ездили. Вообще круто в лесу. Людей практически нет. На тропинках мне попалось только один лыжник. Такой немножко на корейца-китайца-японца смахивающий. Ну, наверное, даже на китайца-корейца. Японцам тут откуда взяться? Корейцы вроде как в угличе есть какие-то. Ну, люди, у которых были корни корейские. Не пойму, а то ей кто-то помог? Или ветром так выкорчевала? Ну и да, и вон бутылка, точнее банка пластиковая. Как я говорила, углич у нас очень любит свинячить. Потом делать какие-нибудь сборы, типа давайте очистим лес и тому подобное. И снова она свинячить. Но очень же сложно взять домой то, что бухал. Бухал какой-то видимо типа ягуара, судя по этикетке или что это такое вообще. Короче, какую-то химическую гадость бухали. Раз оставили здесь, то скорее всего страдают легким, а может быть даже сильным отсутствием головного мозга. И такое пить, по-моему, это с желудком попрощаться. Ну и с мостом заодно. И вот как-то все печально. Жалко дерево. В общем, у меня видимо фотоаппарат на морозе как-то много жрет батареи. Потому что она уже разряжается. И лапки холодные, не знаю, минус 13 что ли. В общем, наверное, надо прощаться. Если я забыла сказать вам привет, то привет. Ну, пока-то я вам точно не забыла сказать. В общем, всем пока. Ходите в лес, дышите воздухом свежим. Не гадьте там, где не надо гадить. Короче, это выкидывайте мусор в мусорки. А если нет возможности выкинуть на улице мусорку, то несите домой и выкините дома в мусор. И вообще, давайте мусор, если у вас в городе собирают мусор перерабатываемый типа металл, стекло, пластик, бумага, туда, где на контейнере это написано. Нефиг засорять планету. У, всем пока. Так вот, еще не пока. Я даже вырезать это не буду. Потому что я иду-иду и рядом по этой же линии еще одно дерево выкорчеванное. И опять пластиковая банка висит. Прямо случайное такое совпадение. Люди свиньи, ё-моё. Я бы заставляла это... Короче, что-нибудь бы заставляла делать таких уродов. Которые срут там, где не надо. Вот теперь точно... Да, я еще тут. Еще не совсем конец. Я тут немножко слегка заблудилась. Вышла не там, где планировала. Совсем совершенно не там. Но тут летом нельзя пройти. Потому что обычно мокро-сыро. Тут солнечный у нас. Кто-то в трансляции говорил, что смотрит меня и солнечно. Точнее, солнечно смотрит меня. Если это так, то вы себя узнали. Точнее, район. Я увидела тут этот самый камыш вблизи. И решила заснять. В общем, теперь-то уж точно до свидания. Потому что я вылез из леса и уже собираюсь как бы к дому ближе. В общем, у меня где-то час лишним шастало по лесу. И мне еще человек с собачкой попался. Теперь точно все.